Сухумский ботанический сад, гордость республики и бесценное украшение столицы. 30 гектаров живописного ландшафта, где нашли дом более 4000 растений со всего мира, не оставляют равнодушными посетителей. Зачастую гости столицы в жару предпочитают прогуливаться не по городу, а по тенистому парку, любуясь старинными деревьями, бамбуковой рощей, разнообразными цветами и заросшими прудами с кувшинками и лягушками. На самом деле очень много разных растений здесь увидели. Честно говоря, некоторые названия даже трудно выговаривать с непривычки. Но мы сами с Ростова, мы сейчас пытались вспомнить, что у нас есть в ботаническом саду. Мне показалось, что здесь на какой-то такой небольшой относительной территории сконцентрированы такие разные интересные растения из Северной Африки, из Кореи, из Китая, в общем, с разных разных стран. Я приехала вообще из Сибири, из Тюмени. Поэтому, когда первый раз видела море, была потрясена. И когда второй раз оказалась здесь, в ботаническом саду, потрясена была второй раз. Потому что, во-первых, я учитель географии, я ни разу не видела настоящий эвкалипт. Дальше. Вот это липа, 300 лет с лишним, реликтовое растение, то есть оставшееся до ледникового периода, это вообще меня потрясло. Я вообще в восторге. Приеду обязательно еще раз. На таком маленьком вроде бы участке, да, где видно машины, то все равно окажешься на природе. И такое разнообразие растений. И у нас сын живет в Австралии, и мы даже сфотографировались вот в бамбуковом лесу. И лен новозеландский, то есть поразило, что даже получается из такого крайней точки нашей планеты, очень большое разнообразие растений, да. Ну, если честно говоря, мы были во многих уже ботанических садах. В Сочи, вот в Крыму были, да, Никитские. Не хуже. Отлично. Очень хорошо подобраны все растения, идешь и поражаешься. Мы довольны. Музей естественной истории под открытым небом в этом году посетили свыше 15 тысяч человек. Это в два раза больше, чем в 2019 году. Посетители, в основном, дыхающие из города Сухум, ну и из Песунды, тоже в неделю два раза посещают. Это вторник и пятницу. Мы для них организовываем экскурсии. Экскурсии проводятся на высоком уровне, экскурсии проводят ученые нашего ботанического института. Помимо гостей республики, это чудесное место посещают и будущие мастера кисти. Студент второго курса Александр Гогуа учится в АГУ на факультете изобразительного искусства. Летом у него практика. Последние три дня Александр и его однокурсники творят в ботаническом саду. В основном мы делаем наброски, в основном работаем карандашом и акварелью. На самом деле, очень классно, мне очень нравится. Это набросок с ангиной, это такой материал, и карандашом. Вот я рисовал в здании и... Одна тропинка ведет по тенистой бамбуковой аллее к 300-летней липе, другая к пышным гортензиям. Вокруг сосновые и пальмовые деревья. Однако и вредителей, наносящих ущерб растениям, здесь немало. Появились болезни, вот из-за этого деревья сохнут, особенно сосновые. Большая опасность по сохранению семейства пальмовых. Тоже мы в этом году лечили два раза, но есть опасности. Я считаю, что надо создать специализированную бригаду. Мы не располагаем техникой. Пальмы очень высокие, и для лечения надо иметь спецтехнику. Правда, это очень дорогостоящее, потому что вышка стоит больше миллиона рублей. Трактор для лечения с прицепом тоже около миллиона. Мы надеемся на помощь спонсоров. Недавний ураган тоже нанес растениям колоссальный урон. Около 12 редчайших видов деревьев, которые были завезены из Японии, Индии и Австралии, погибли. Особенно пострадали сосновые. Они длинные, такие острые, очень ценнейшие. Они представляли у нас единственные экземпляры. Обладали особой красотой. Посетители восхищались красотой этих растений. Сегодня мы лишены. Конечно, мы постараемся их восстановить, достанем семена. Будем размножать, но это требует уже время. Сухумский обезьяний питомник также в числе объектов, часто посещаемых туристами. Только за июль месяц его посетили 4177 взрослых и 979 детей. Туристический сезон здесь начался 1 января. За новогодние праздники более 900 человек побывали в приматологическом центре, где обитает более 600 видов различных обезьян. В усиленном режиме питомник начал работать в мае. По сравнению с 2019 годом в этом сезоне посетителей в два раза больше – 16 180 человек. В этом году нас радует такая статистика, что больше, чем организованных групп, у нас просто посетители-туристы, которые, ну, в кавычках мы называем, дикарями, которые самостоятельно посещают наш центр. Организованные группы, к сожалению, не все, и это я подчеркиваю, уже не первые годы говорю, посещают наш центр. Многие фирмы и многие их кассиры, которые записывают людей в туристические поездки, такую антирекламу нам делают. Говорят, зачем вам нужен питомник, там некрасиво, там грязно. Но люди, которые посещают, они оставляют нам очень положительные отзывы, говорят, все, что писали, все это неправда, все, что нам говорили, это неправда. У нас сегодня, мы можем подчеркнуть и сказать, мы в такое тяжелое время, мы приобрели новый вид обезьян, у нас девятый вид лемуры, это очень дорогостоящие обезьяны. Но наша администрация сумела сделать так, чтобы мы обменяли и приобрели этот вид, для того, чтобы посещаемость сегодня была высокая. И цены минимальные, 250 рублей взрослых, детских 50 рублей. Руководство центра и сотрудники прилагают немалые усилия, чтобы содержать питомник в надлежащем виде. Однако дорога в НИИ и ПИД нуждается в капитальном ремонте. Многие, когда видят состояние дороги, особенно туристические фермы, они сюда своих туристов не присылают. И, безусловно, это и сказывается на нашей статистике, на нашем бюджете. Ждем и надеемся, что дорогу приведут в порядок. Среди гостей питомника немало детей, которые с любопытством рассматривают и угощают животных. Мне понравились больше всего лемуры. Они веселые, сидят и даже не хотят кушать, потому что их только привезли, они хотят обустроиться. Бесплатные эти экскурсии рассказывают о питомцах своих, какие у них повадки, что едят, как кормить их, что тут происходит вообще в институте. Вы довольны? Очень доволен, достаточно так. Многое изменилось в хорошую сторону. В зоопарке тоже второй раз. Привез уже своего маленького сынишку, тогда дочку привозил, сейчас сынишку. Я думаю, что не последний раз, что сюда приедем и посетим все места ваши. Сухумский обезьянний питомник и ботанический сад – наиболее известные достопримечательности столицы. Если вы находитесь в самом сердце Абхазии, не упустите возможность посетить их. Сария Кварацхеля, Алексей Боструков, Абхазское телевидение.